задавай мне свои вопросы и я отвечу на них все в целом тяжело говорить о каком-то больном абтесте легче говорить о больной платформе б тест и вот здесь классически как проверять через а а тест но в принципе и больной тест можно проверить через а а тест это то есть когда это мне там нет изменения мы чем и запустили одно и то же мы видим что между ними есть статистически значимая разница на одном а то есть на одном тесте такое можно заметить если ну такой в принципе бывает мы стоим нам стоит этого ожидается в определенном количестве случаев рассмотрим очень простой пример если у нас пивали 005 то мы можем ожидать что в пяти случаях из 100 у нас будет 100 значимая разница даже если июнь то есть у нас в принципе пяти случаях а а тест из 100 в среднем должен расходиться но если мы видим что на нашей платформе мы запускаем 10000 а тестов из них 2000 расходятся то есть 20 процентов уже явно у нас не соответствует заявленным то есть в любой платформе а б тестов должен быть струйный механизм валидирования результатов не важно чего ошибки первого рода ошибки второго рода ну и косвенно а тест позволяет нам оценить здоровье какого-то отдельного б теста хотя нужно понимать что картинка видна в большом объеме то есть опять же один отдельный а тест разошедшийся ни о чем не говорит но можно только отменить весь этот а б и запустить еще раз чтобы чтобы он не расходился ну и по проксиметриком смотреть опять же здесь нужно как статистике зачастую смотрят все-таки на распределение как с монеткой все один раз бросил монетку и она выпала орлом ты не можешь утверждать что монетка теперь всегда выпадает орлом это можно рисовать дерево возможных ситуаций правда ведь то есть допустим мы какого выраженного эффекта ожидаем от своих нововведений то есть мы же чего-то ожидаем с прористами поменяли кнопку с красного на кирпичный скорее всего это действие которое не имеет смысла оценивать через обыдать хотя если трафика полно это просто почему бы не оценить через а б теста его но если ситуация такая что это дорого и долго то мы всегда чем руководствуемся тем чего мы ожидаем в плане размера эффекта от этого бы теста и второй момент немаловажный он чаще бывает в оффлайн ритейли потому что в онлайне ну даже не в оффлайн ритейли это оффлайн ритейл это мой опыт а в оффлайне потому что в онлайне обычно как если ты изменения подготовил дальше тебе их раскидать что на одного человека что на всех примерно одинаково стоит ты нажал кнопку распылил этот трафик в оффлайне если ты например что-то меняешь в одном магазине 10 в 100 или в 1000 понятно что в это пропорционально дороже то есть второй момент это то как дорого раскатывать на всех людей и вообще имеет ли смысл это рассказывает всех людей то есть размер эффекта плюс-минус потенциальный и как дорого раскатывать если размер эффекта маленький и раскатывать дешево а делать оба тс дорого ну кажется что очевидно другой стороны если мы много вложили в изменения которые раскатываем наверное хочется все Мы, значит, много что-то поменяли, и, наверное, мы на что-то во многом воздействуем. В противном случае, наверное, не стоило много инвестировать в эти изменения. То здесь, скорее всего, имеет смысл вкладываться в АБ. Ну, а дальше вопрос еще. А может быть, у вас АБ так делается, что можно их в 10 раз ускорить, и тогда можно в 10 раз больше АБ делать? Правда ли? То есть, может быть, проблема не в дорогизне АБ, а в том, что АБ можно сделать быстрее. Можно. В целом, есть неплохая статья от чуваков, по-моему, из Airbnb, где они говорили, что у них это вызывало проблемы, потому что неравномерный трафик разливался. Но, тем не менее, в принципе, если мы вспомним формулу, то у нас может быть группа 20-20%. Если мы делаем группу 20-80%, у нас уменьшается дисперсия в группе, где 80%. Но это гораздо менее эффективно, чем если просто накидать 50% туда и туда, потому что в таком случае дисперсия кратно уменьшится по сравнению с первым случаем. Но так делать можно, да. Можно даже математически посчитать, что это работает, но гораздо не очень оптимально. Можно. Есть статья, по-моему, от Google, которая как раз посвящена тому, как делать правильно и строить пересечения. И, собственно, в симуляторе этому тоже будет посвящен раздел, потому что, да, можно нарезать таким образом, чтобы пересекалось. Так все логично. Мы сделали одно изменение, другое изменение, а дальше мы смотрим изменения 1 и 2. То есть, как известно, если поесть просто огурцы или просто попить молока, это ничего. А вот если совместить это вместе, то метрика может стать негативной. То есть это давно было известно. Еще столетия назад нужно просто использовать опыт поколения. Я очень отношусь к этому скептически. Вообще, я скептически настроен к многим агентствам, по крайней мере, со стороны статистической науки, потому что мы общались с ней. Как это в свое время, одно агентство, пообщавшись с нами, не получило миллиардный контракт от эксперт на размещение рекламы, потому что они начали говорить какую-то абсолютную чушь. Ну, а что тут сказать? Ну, наверное, в целом это возможно. То есть здесь ничего невозможного нет, трафика много, если считать, что-то там применять. Другой вопрос, как часто считать? Может быть, какие-то байсовские бандиты у них там бегают однорукие, многорукие? Непонятно. То есть такое бывает, реализовать это можно. Реализовано ли у этого конкретного агентства, я не знаю. Надо, значит, найти оттуда человека, который там инженер, напоить его, подкупить его, или найти компромат, компромат, шантажировать и узнать. А, собственно, стандарты и методы применения АБТ-тестов в любой индустрии, я только что сейчас обозначил, перенимание опыта и лучших практик. Можно, в принципе, но нужно понимать, что у нас таким образом страдает репрезентативность. Ну, во-первых, как только мы начинаем что-то сравнивать попарно, мы сразу переходим в область многократного сравнения, множественного тестирования. С другой стороны, условно говоря, если я начинаю испытывать какое-то лекарство только на мужчинах старше 40 лет и проверяю группу А и группу Б мужчины старше 40 лет, а то же самое, да, похожие пользователи, я не могу делать выводы о том, что это будет также действенно на остальных группах. Мужчинах младше 40, женщинах, детях и так далее. То есть у нас есть репрезентативность, охватываем мы все или нет, и у нас есть какие-то страты, с которыми мы можем работать. Да, со стратами работаем, снижаем дисперсию. Это очень похоже, опять же, на матчинг. Мы их сматчили, но мы выводы делаем тоже только на эти страты. Это уже близко к гордному анализу частично. Ну, подходы — это матчинг, к которым бы я относил стратификацию в том числе. Хотя, в принципе, статьи от того же Netflix или Microsoft, хотя там две статьи вышли, они пытаются показать, что стратификация то же самое, что вычитание кавариаты. Но я считаю, что матчинг — это одно, и стратификация как простой матчинг. А кьюпит или вычитание предиктов — это другое, то есть вычитание какой-то кавариаты. То есть мы можем либо заматчить, либо посмотреть остатки по сравнению с прогнозом. Это второй подход. Третий подход — это переходить в другое признаковое пространство. Например, линеаризация, на мой взгляд, этому следует. Ну и четвертый, который хотя можно отправить в третий, — это изменения метрики, проксиметриков. Потому что, по идее, ты метрик изменил, у тебя другое метриковое пространство, другое признаковое пространство. Вот это, на мой взгляд, три основных метода, не считая того, что там можно править какие-то косяки, правильно распределять трафик и так далее, и так далее, и так далее. Нет, ну, принеси то, не знаю что, сходи туда, не знаю куда. В принципе, есть разные подходы. Например, Гэри Кинг советует постоянно делать матчинг, и он утверждает, что матчинг позволяет снизить ошибку на 600%. Ну и вообще, в целом, понятно, что такое матчинг. Матчинг говорит о том, что вместо того, чтобы просто всех васянов сравнивать со всеми васянами, мы находим максимально похожих друг на друга васянов и сравниваем их. Ну, это примерно как анализ близнецов. То есть, если мы какое-то лекарство испытываем, то в идеале у нас люди должны быть максимально одинаковые, правда? Тогда мы компенсируем все вариации в них, в их уровне физической активности, возраст, пол и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если какое-то лекарство работает на пожилых мужчинах, то не факт, что оно будет работать так же хорошо на молодых женщинах. Это мы, в принципе, понимаем. Примерно то же самое в матчинге. То есть, мы можем попробовать матчить наши образцы и таким образом снизить дисперсию. Это раз. Есть другие методы снижения дисперсии. Те же ковариаты, стратификация, которая во многом стратификация, кстати, похожа на матчинг, только она, условно говоря, использует, например, одну фичу. А в матчинге можем использовать много фичей. Там есть exact матчинг и так далее, и так далее, и так далее. Третий вариант – это, как я уже несколько раз заявлял, мы можем переходить на другую, более чувствительную метрику. То есть, что такое более чувствительная метрика? Например, есть метрика конверсия в покупке. Но есть же метрика клики. То есть, у нас что есть? Есть показы, клики, покупки. Окей. Если мы можем утверждать, что CTR, то есть конверсия показа в клик, коррелирует с показом клика в покупку, а оно, скорее всего, как-то коррелирует, можем перейти на уровень замера этой метрики и пытаться делать выводы, основываясь на это. Тут, конечно, можно в какой-то момент зауверфититься и как-то повышать только клики и привести клик к бейту. Ну, это утрированный пример. Но, тем не менее, тоже вариант. То есть, матчинг, который позволяет снижать дисперсию, снижение дисперсии, переход в другое пространство метрик, например, та же линеризация так работает, или переход на другие метрики. Ну, то есть, что такое многорукий бандит? Рассмотрим сначала небольшую вводную. У нас при АБ какая есть проблема? Что если у нас вариация Б лучше, чем вариация А, мы все равно на вариацию Б направляем только небольшую часть трафика, допустим, 20%, а 80% у нас по-прежнему вариации А. А нам бы хотелось, чтобы, если там реально лучше, туда направлял все больше и больше трафика. Правильно? Обратный вариант тоже действует. Если вариация Б оказалась плохой, нам хочется, чтобы трафик оттуда постепенно уходил. Поэтому мы что делаем? Мы постепенно тоненький ручеек направляем на Б, и потом, используя байзерскую статистику, каждый раз выбираем, куда нам направить следующий сэмпл. Держать его все еще в контроле или направить его в группу Б? Потому что, если подумать, мы в группу Б, в принципе, в любой момент, ну, там есть какие-то ограничения, но мы из группы А, из контроля в группу Б всегда можем перекинуть. Вот уже потом перекинуть обратно в контроль мы не можем, правильно? То есть, соответственно, какую нам сделать локацию трафика? И постепенно это должно сходиться к чему-то. То есть, какая-то, если там действительно есть какая-то группа лучше, она должна в итоге победить и забрать львиную долю трафика. И можно вводить разные критерии. Например, останавливаем тогда, когда уже 80% трафика в какую-то группу перетекло или прошло какое-то количество времени, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это такой advanced topic, который нужно обсуждать. А имеет смысл это делать тогда, когда мы хотим сразу на выигрышную вариацию кидать большинство трафика. Ну, или когда мы чем-то рискуем. То есть, мы боимся, что это что-то испортит, и мы хотим постепенно на это смотреть. Сетевым эффектом работать очень тяжело. Нужно, во-первых, читать то, что пишут в своих статьях и блогах компаний, которые работают с сетевым эффектом, всякие Uber, DoorDash, LinkedIn. То есть, тут есть множество подходов. Switchback-тестирование, например. Есть подходы, когда просто бьют по кластерам, стараются как-то ограничивать. Есть подходы, когда просто стараются строить какую-то прогнозную модель на основании ее отходить. Но нужно каждый смотреть, потому что каждый network-эффект, он свой. То есть, например, в такси, ну, можно стараться сравнивать очень похожие города. И говорят, что эти города одинаковые, ничем не отличаются. И тут легко изолировать, да, один город от другого. Ну, то есть, мы считаем, что мнение в Москве вряд ли у нас тут же повлияет на Новосибирск. Ну, утреку. Есть и законометрики хорошие методы. Например, всякие синтетические контроли. Есть для этого. Но мы не будем говорить про всякие методы тройной разницы, которые мне не нравятся. Но синтетический контроль неплохо. Есть даже статьи, которые синтетический контроль и difference-in-difference объединяют. Свитчбэк неплохо. Изоляция неплохо. То есть, нужно смотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok